привет всем друзья время 18.30 по москве у меня уже 23.30 начинаем прямой эфир долгожданный так ну что ждем подключения людей несколько минут тема будет у нас очень интересная тема актуально актуально для многих особенно актуально для менеджеров для людей кто наблюдает за компанией поэтому сегодня подробно все разберем буду рассказывать свою позицию на учитывая то что я в компании не первый месяц не один год и достиг здесь немалых результатов расскажу вообще как я вижу всю ситуацию что сейчас происходит в общем подробно разберемся так ну что всем привет еще разок привет привет да у меня елочка сзади специально тип новый год свет купленный специально для этого эфира чтобы все было прям по футшую до лайки кстати ставьте это всегда приятно это помогает вообще для того что провести прямой эфир полноценно качественно так давайте еще минутку подождем и начну я чтобы все подключились все кто хотели привет 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 всем у нас если честно очень жарко я сейчас сижу просто мне течет поэтому друзья если я буду мокнуть не обращать на это внимание потому что на самом деле очень жарко у нас сейчас на температура градусов на 28 так ну что начнем давайте для начала представлюсь учитывая то что очень много людей смотрят кто вообще меня не знает видит впервые меня зовут михаил фамилия михаилов я в нл уже четыре года кстати четыре года будет ровно через четыре дня ровно четыре года как я в компании зарегистрировался и начал соответственно работать моя максимальная квалификация это два максимальный доход который был один месяц 650 тысяч рублей то есть я на него выходил я в компании в общем я начал активно работать с момента регистрации давайте кратко сразу свою тогда историю расскажу чтобы понимали вообще кто я и как я здесь в компании начал развиваться с момент как я зарегистрировался это был 29 января виг головку меня позвал он меня скажем так закрыл при первой встречи объяснил не о том что здесь есть возможность зарабатывать очень большие деньги ну то есть типа именно пассивный доход остаточный доход можно выйти на очень большие деньги я очень быстро включился не буду сейчас этом долго уделять внимание то есть была первая квалификация звезда там за 19 дней за месяц я закрыл на 3 месяц у меня был товар обор 12 тысяч пиви был мы была премия динамика роста тоже я в нее входил менеджер в команде закрывали лидерские квалификации квалификации дс 6 менеджеров у меня было кто закрывали квалификацию дс то есть я не новичок это самое главное что сейчас можно понять из этих слов я не новичок и я объективно вижу всю ситуацию что сейчас происходит знаю что сейчас происходит и актуальная тема то что мы сейчас будем обсуждать это конечно же мой написанный пост который я написал вчера и выложил Это сказка, сказка про структуру супергероев, где были вожди, где были волшебники, где были целители, как кто-то навел смуту, что произошло. И давайте я тогда не буду здесь придумывать какие-то слова, вымышленные какие-то имена, я буду говорить все как есть, буду говорить конкретно о нашем бизнесе, о том, как ушел Слава Шарк из компании, закончил деятельность в НЛ и перешел в другую сетевую компанию. Расскажу вообще видение всей этой ситуации, как я сам на это все смотрю, выскажу вам свою позицию и, возможно, отвечу на вопросы, если они у вас будут. Прошу на время прямого эфира особо вопросов мне не задавать, своими эмоциями делиться, может, как хотите, но на вопросы отвечать на время эфира не буду. Один момент я могу сказать самый главный, наверное, для того, чтобы понимать то, что, еще раз, доказать то, что я профессионал, с момента, как я зарегистрировался в компании и до момента, как я закрыл квалификацию ДТ2 и вообще, в принципе, все развитие в бизнесе, я рос и закрывался всегда сам. Ну, то есть, я сам обучался, я сам развивался, я сам подписывал людей, сам проводил встречи, сам их обучал, то есть, все происходило иногда очень ужасно. И обратите ваше внимание, я не пришел ни из какой другой сетевой компании, я пришел на полный ноль и с самого нуля начал развивать свой бизнес. Таких примеров, на самом деле, в компании очень много людей, которые закрыли квалификации с нуля и начали здесь расти. И что произошло у нас дальше? Приблизительно через года три, ориентировочно у нас год, наверное, назад, в нашей конкретно структуре началась наводить некая смута, то, что происходит какой-то кризис у людей, то, что у людей плохо идет бизнес. И начали делать это высшестоящие наставники, и конкретно это начал делать Слава Шарк, один из первых людей, который начал наводить эту смуту, который сейчас закончил деятельность, ушел в компанию Greenway. И этот момент мне необходимо, ну, прям, поставить на этом акцент. То есть, смотрите, объясню ситуацию. Еще раз. Мы, я лично за себя, все, что я рассказываю, это я говорю конкретно за себя, я начал активно расти. У меня был тот момент, когда настолько был активный и сильный рост, то, что я не успевал знакомиться не просто с менеджерами в команде, я не успевал знакомиться даже со старт-менеджерами в команде, и с мастерами, и с некоторыми звездами. Ну, то есть, настолько сильно и быстро закрывались квалификации. То есть, настолько был невероятно сильный рост, то, что прорабатывать количество людей, которые были в команде, физически было невозможно. Это первый момент. И это то, что, ну, никто вообще никаким образом этому не дает никакой отчет. Но очень многие люди это мне дают отчет. То, что многие менеджеры выросли на невероятной динамике. Но смысл в том, что у этой динамики есть проблема, побочный эффект. Менеджеры в команде, которые приходят, с ними их никто не обучает. И по большей степени все, я буду говорить конкретно про структуру супергероя, которая развивалась на протяжении 4 лет, она создалась, по-моему, 4 года назад. В ней по большей степени не было формата обучения. Никто никогда не обучал людей, все строилось на тусовках, на мотивации, на тренингах, на каких-то эй-ей, давай, пашем, работаем, бомбим, закрываем квалификации, подписываем людей, и все, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть моменты того, чтобы взять человека и учить его конкретно делать начальные действия, разобраться в продукте, разобраться в составе продукта, научить этого человека продавать продукт, научить человека этого работать по сетевому, то есть подписывать людей и так далее, И этого по большей степени не делал никто. И что произошло дальше? Очень много лидеров, которые находились в высоких квалификациях, они обвалились в своем объеме, обвалились в товарооборотах, чем сейчас очень сильно активно оперируют менеджеры, которые ушли в другую сетевую компанию, с фразами о том, что в НЛ нет такого роста уже, нельзя уже так заработать. И всякая вот тема, что у многих людей со стороны может вызвать такое, что может быть и правда. Сейчас я хочу вам рассказать на моем примере, как это на самом деле есть. Я считаю и твердо убежден, что люди, которые приходят в сетевой, они по большей степени ограничены только своими амбициями, и их доход ограничен по большей степени чаще всего их амбициями. И момент лично у меня произошел, когда я вышел на доход в 650 тысяч рублей, вы просто вдумайтесь в эту сумму, я получил за один календарный месяц 650 тысяч рублей. В этот момент я осознал то, что все само, я вам клянусь, у меня так было, и это есть у многих людей, но я не знаю, если кто-то сейчас может подтвердить меня, ну то есть, когда, ну у кого так же было, то есть ты взлетаешь просто на невероятный доход, и у тебя появляется ощущение, что все само, делать особо больше ничего не нужно, все, все растет само. И у меня это было. И на этом фоне, я от себя вот сейчас могу заявить, я начал работать значительно меньше, прям ну сильно меньше. То есть я начал меньше работать с людьми, я начал меньше проводить вебинаров, я начал меньше там приходить в офис, все как бы, все, люди уже работают, лидеры уже появились, все уже там. Все, сейчас будет, все, все, все и так далее. Потом началось постепенное падение у меня лично. То есть хоп, доход не 650 тысяч рублей, там 500, там что-то там 400, ну что-то там, то есть на протяжении длительного времени хоп, такое падение. Не понимаю, что происходит. Внутреннее ощущение у меня было то, что, блин, ну может быть какой-то кризис, может быть еще что-то там. Ну не во мне дело, не во мне, дело категорически не во мне, дело где-то во внешних факторах. Люди, наверное, не работают, все сейчас все наладится. На этом фоне ты очень длительное время находишься, но смысл в том, что все это время я лично работу не делал абсолютно никакую. Никакую. Слава богу, я вовремя переобулся. Я вам клянусь, я просто вовремя переобулся. В один момент я, ну смотря на ситуацию, что происходит в компании, я начал видеть, что есть контракты, которые растут. То есть есть ярко выраженные контракты, которые закрывают квалификации, там у них люди закрывают квалификации, у них там огромные лички, у них там, ну короче, все очень круто. Я на тот момент, чтобы вы понимали, делал 200 пивеличного объема по большей степени своим потреблением. И даже, ну а у Дюшки бывало в чат записывал то, что 200 лички, это сам себе покупаешь и все. И это дало, ну, проблему. Проблему лично в моей команде. И я считаю, что эта проблема вообще в принципе у многих менеджеров с сетевой компанией НЛ произошла. И я сейчас говорю конкретно про молодежь, которая пришла там в 2016-2017 года. И сейчас некоторая категория из них, некоторая группка небольшая, они сейчас активно кричат то, что они сейчас в НЛ не зарабатывают их денег, которые зарабатывают. Проблема заключалась в том, что еще раз, новички низы, они их не обучали вообще ничему. И я сейчас говорю не только про структуру супергероев, я говорю сейчас вообще в целом про людей, которые пришли в компанию НЛ в 16-17 года. И это произошло с приходом там, с большим хайпом, там, когда пришел Олег Черняховский, пришел там Димит Резин, пришли там другие сильные контракты. И началось вот этот движняк такой. И на этом фоне люди перестали каким-либо образом обучать. Но на минуточку, внимание, у нас в Пензе, ну я сам из города Пензе, есть менеджер Альбертина Васильевна, сейчас не знаю вообще, что с ней. Но она просто очень-очень взрослая, я не знаю, и когда я ее вижу, мне кажется, что ей 100 лет. Она на тот момент, когда я пришел, была, по-моему, в квалификации звезда. И, внимание, у нее было всего лишь три менеджера в команде. И я, ну, помню, тогда удивлялся, зачем это вообще нужно делать. У нее было три менеджера в команде, которые закрывали по 1000 пиви личного объема. И я тогда удивлялся, а зачем вообще людям такой личный объем делать? Просто берешь, и на этом, вот то, что я сейчас вам скажу, работали многие менеджеры, ну, именно транслировалось такое, что приди, активируйся, сделай 70 пиви, и все само. Все, материалы сейчас получишь секретные, все само начнет работать. Там людей начнешь звать, они все будут активироваться, просто смени один магазин на другой. Все, все, все само. И это у многих сработало, честно вам скажу. У многих сработало, у меня в том числе. Но потом проблема заключалась в том, что сейчас я уже это анализирую, и начал я это анализировать. Примерно месяцев 7-8 назад я это начал осознавать. То, что менеджеры в команде, я не говорю даже про новичков, я говорю сейчас про лидеров, я говорю сейчас про менеджеров, которые квалификации, ДС, и я говорю, общаясь с другими менеджерами, сильными контрактами в компании НЛ, они не осознают даже, как работает флагман компании. Не осознают. И я сейчас все подведу вообще к этим всем уходам из компании НЛ, там пишут сейчас громкие посты о том, что я ушел из НЛ, там компания не дает сейчас роста или еще что-то. Там куча разных вообще постов невероятных. И я действительно, нужно дать себе отчет, то что многие менеджеры понятия не имеют, как работает конкретно продукт Энердж Диет, как работают флагманы, почему конкретные БАДы работают. То есть, ну просто банально, я начал спрашивать у менеджеров, а ты знаешь, почему в составе соевый белок? То есть, часто же такой менеджер часто слышит возражение, в составе соевый белок. Как на него ответить? Никто не знает. Ну то есть, топы не знают, понимаете? Некоторые ДСы не знали об этом. И я начал понимать то, что проблема-то заключается в том, что изначально человек, который сюда приходит, а мы сколько все транслировали? Все в сетевом бизнесе всегда транслировали следующее, то что сетевой бизнес строится на продукте. На продукте. То есть, продукт продается, продукт покупается, создается товарооборот, и в сетевом бизнесе появляются деньги. И смысл в том, что человек, вот менеджер, который приходит, он не понимает, как работает этот продукт. О каких здесь конкретных результатах может идти речь? Да, безусловно, есть группа людей, и я к ней отношусь, которые залетели быстро на высокие квалификации. Просто на фоне там входящего потока, большой энергии, вот какого-то движника. Но они все въехали в пень по причине того, что просто люди не научились зарабатывать деньги и не смогли повторить такой же результат. И сейчас эти люди, некоторая группа, небольшая, они рассказывают о том, что они ушли из компании, громкие посты высказываются в интернет, там в социальных сетях. Я ушел из НЛ, я там не вижу тех уже денег, которые уже есть и так далее. Меня это вызывает удивление. Сильно, правда. Я, ну, сейчас этот момент разберем, я расскажу свою позицию. Убежден то, что уже многие лидеры на эту тему высказались, но выскажу свою позицию. Во-первых, первый момент, который я хотел бы с вами, чтобы вы обратили внимание, друзья, в компании сотни менеджеров, которые находятся в лидерских квалификациях от ДС и выше. Сотни лидеров. ДС, ДТ, ДТ-1, 2, 3, 5, ну, короче, очень много, действительно очень много. И из них ушло в другие сетевые проекты сколько? Десять, может быть, человек? Ну, не знаю. Ну, таких вот, кто на слуху. Один из них, кто был очень сильно на слуху, это Слава Шарк. И некоторые категории такая, ну, небольшая группа людей. Некоторые из них просто лидерами себя называли. Ну, то есть, я о них узнал чисто из-за того, что я увидел пост, мне скидывают такие, о, лидер, он ушел. Ну, какой лидер, в смысле? Я даже о нем не слышал, правда. Ну, то есть, я не видел никогда там нигде, ни в чатах, ни в... Ну, то есть, какой-то человек, который просто назвал себя лидером. Возможно, звезду когда-то случайно закрыл. Не знаю. И он, соответственно, называет лидером, преуходя. И эти люди пишут следующие посты. Они пишут о том, что в компании НЛ нет того роста, который уже был, то, что они делают все возможное. И первый такой пост написал Слава Шарк, Вячеслав Кацуба, один из наших вышестоящих наставников. И прежде, чем мне вообще перейти к этой теме, к насущной, я к ней подвожу, я хочу напомнить то, что я один из тех людей, кто общался с этим человеком очень близко. И очень уважительно к нему относился всегда. И многие это видели по постам. И знают по моему общению с ним. То есть, у меня к нему было очень близкое доверительное отношение. Очень сильно близкое. Мы проходили очень много проектов. Изначально, конечно, когда я в компанию пришел, я пришел на Олега Черняховского. Я помню, когда Викня провел встречу, я пришел на Черняховского. Но в процессе работы мы познакомились со Славой. И на фоне вот этих всех тренингов и так далее, мы просто с ним начали очень плотно общаться. Ну как-то и вот все так закрутилось, завертелось. При всем уважении к Славе, на самом деле, как к профессионалу в некоторых сферах, я к нему очень хорошо отношусь. Но когда я говорю в некоторых сферах, то я могу назвать то, что это человек, который очень круто умеет организовывать вокруг себя людей. Он очень круто умеет организовывать тусовки, мероприятия, вечеринки и так далее. То есть все, собрать там, ну то есть такой прям движняк постоянно наводился, все это вместе делали. Но как профессионал, конкретно как сетевик, я не могу сказать, что он профи. И я уверен, что многие это подтвердят. И давайте, ну к чему я все говорю? Не к тому, чтобы как-то осудить или осквернить то, что он какой-то был плохой. Человек закрывал квалификации, все же их закрывал, но делал он это не за счет профессионализма и обучения своих людей. По большей степени много действий было для того, чтобы показать о том, что они были. Они, ну просто, просто показ. И приблизительно с июля этого года был первый зум, и многие о нем не знают, особенно менеджер других структур. Примерно в июле, да, это было. Он собрал всех менеджеров квалификации «Звезда». Внимание, друзья, я сейчас хочу вот этот момент, представляете, ты собираешь менеджера в своей команде. И на этом зуме приблизительно была одна тема. Тема была следующего характера. В компании «Энел» кризис. Кризис. Все, ребята, крепитесь в компании «Кризис». И настолько сильно это начало продвигаться с его стороны. Я отвечаю, я сам лично поверил. Ну то есть у меня был момент того, что я начал понимать, ну потому что он же ведь такой, ну то есть его уважаем, он там в лидерских квалификациях, к корпоративному совету очень близко, в клуб миллионеров, ну и так далее, то есть он на этот момент входил. Хотя, по-моему, потом уже он не входил. Ну короче, сейчас не суть. Суть в том, что вот эту вот ситуацию, вот эти вот рассказы о кризисе начал продвигать он. И в этот момент я начал понимать то, что господин, ну типа что-то не то. Ну то есть почему кризис? И я начал перекладывать, ну просто давайте, как бы сейчас, может быть, пример будет странный, на примере, ну грубо говоря, отношений. У меня началось это, ну осознание начало приходить с позиции такой, я начал понимать, ну слушай, хорошо, когда происходит кризис, кто виноват? Ну то есть нужно же о себе, ну подумать. Может быть я, ну как бы я, может быть, влияю на эту ситуацию. И я просто начал понимать то, что, например, взять, например, отношения, когда мальчик и девочка между собой встречаются, и мужик ведет себя как мудак. Ну то есть не как мудак, он может быть и хороший, ну там бухает, ничего не делает, расслабляется вообще, все ему вкать. А девчонка вокруг него всегда прыгает, 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 прыгает. И в один момент просто он берет и уходит. И он начинает что транслировать? Он не говорит, что он плохой. Никогда такого, вы слышали когда-нибудь такое, что человек такой уходит из отношений такой, я мудак, я очень плохо себя вел, я хреновый человек, вот, а она молодец, она все делала для меня. Нет, конечно, такого никогда не происходит. Человек всегда начинает транслировать о том, что она такая вообще дерьмо, я вот все для нее, и хорошо к ней относился, и все, не доставал, ну и так далее, понимаете? Я это рассказываю к тому, что очень много лидеров, которые уходят, как их, представьте, их немного, погодите, когда я говорю много, их ушло, группа людей, там сколько, ну, некоторые части, 7, 10, 15 человек максимум, максимум, которые закрывали здесь лидерские квалификации. Они не говорят о том, что они виноваты в своем росте. Есть категории из них, по фамилиям не буду говорить, с которыми мы вместе пришли в компанию, вместе, это был 16-17 года, и мы закрыли одинаковые квалификации, у нас был одинаковый товарооборот и одинаковый чек при этом. Но вопрос в том, что прошло некоторое время, я удержал свои объемы, я удержал свои квалификации, удержал свой чек, а эти люди свалились до нуля. Причина в чем? В компании? Нет, ну в смысле, мы в одной компании находимся, в одних и тех же условиях. Наверное, в нем проблема. Наверное, проблема в этом человеке, в том, что он делал что-то не так. Не обучал людей, может быть, не работал с ними и так далее. Понимаете? И этот человек потом выкладывает пост, что я все делал для того, чтобы здесь зарабатывать. Нет, ты делал не все. Мы с тобой вместе пришли, мы с тобой вместе закрывали квалификации, ты был звездой, и я был звездой, ты был ДС, и я был ДС, ты был ДТ2, и я был ДТ2. Но потом ты свалился до низов, а я-то начал закрывать квалификации. Так же люди начали расти и все. Не в компании дело. Нужно просто смотреть на ситуацию со всех сторон. Ну, конечно, они преподносят информацию так, что проблема в компании. Но если вот, давайте так, вот сейчас новичок приходит, давайте объективно, зарегистрировался человек в компанию НЛ, и смотрим на нее просто вот глазами обычного человека, который зарегистрировался, что он видит? Охренительную компанию, совсем невероятным количеством инструментов для того, чтобы работать, с невероятно крутыми продуктами, ну, то есть, вот, которые сейчас выходят, и которые будут с тем же самым менеджер-диет, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Продуктов нереально много. Можно делать личный объем, продукт продается. Люди, у нас вот прям в этом месяце девочка закрыла 750 пивили личного объема, ну, примеров много. Они приходят, закрывают личный объем, они продают продукт, продукт продается, прекрасно продается, люди на нем получают результат. Компания функционирует, маркетинг-план идеальный, но самые высшие выплаты на сегодняшний день для новичков вообще, в принципе, по всем предложениям на территории России. Ну, то есть, нет сетевой компании, которые могут сказать, то, что сетевой, сетевой маркетинг-план, он в НЛ хуже, чем где-то. Нет, на сегодняшний день, он на самом деле имеет самые большие выплаты для новичков. И вот новичок приходит в такие условия. Может ли он сейчас зарабатывать? Почему нет? Может. Спокойно, он может. Он берет, разбирается в продукте, разбирается в составах продукта. Внимание, в составах продукта. Как что работает? становится экспертом. И здесь могут влезть менеджеры, которые ушли в другую сетевую компанию, что я тоже слышу. А вот у нас, у нас, мы вот ушли сейчас из НЛ в Гринвей, в компанию, где там новые проекты, у нас невероятно крутые продукты, у нас есть текстиль, тряпки, там, швабры. В нем не надо разбираться. Он понятный. Он понятный. Это говорят. Но смысл-то в том, что сетево... Возможно, новичок так думает. То есть, новичок думает то, что, ой, правда, наверное, так легче. Но смысл сетевого всегда был в том, что сетевой бизнес активно продвигался и рос только в некоторых случаях. Первое, если продукт является инновационным, высокотехнологичным и который не имеет в себе конкурентов, второе, он должен продаваться и он должен кончаться. И третье, он должен людям нравиться и люди должны на нем получать результат. Безусловно, возможно, на текстиле, который там продается, результат люди получают. И тряпки, может быть, даже неплохие. Несут сейчас в деньгах, сколько они стоят. И многие говорят, там, завышенная цена. Мне вот абсолютно похрен. Сам факт того, что флагман компании это текстиль. Вот я, например, в своей жизни, внимание, я длительное время, сейчас может быть странно звучать, я в школе на мойке работал и мне очень нравилось некоторое время мыть машины. Правда, даже до момента, когда я зарабатывал хорошие деньги, я обмыл машину сам, потому что у меня этот кайф находился. И я помню, я купил тряпку для мытья машины и я ее не покупал в следующий раз, ну не знаю, года три. Я машины продавал, машины менял, а тряпка у меня перекладывалась из машины в машину. Можно ли таким образом создать товар-оборот, который будет тебе нести постоянно деньги? То есть, есть люди, их очень много, которые приходят сейчас также в компанию, приходят ко мне в команду. И есть аудио по чатам, их просто я не могу выложить в открытый доступ, которые говорят, да-да, но в принципе текстиль-то в Гринвее неплохой, но продавать его сложно постоянно. Ты продал его всем своим близким людям и все. И когда мы сейчас говорим конкретно о сравнении двух сетевых компаний, я сейчас не хочу углубляться в маркетинг-план, в изучение там продукта, разбор продукта и так далее. Я просто не вижу в этом никакого смысла. Нужно понимать то, что всегда работает та компания, где создается товар-оборот на том продукте, который кончается, который людям нравится и который является, внимание, инновационным. То есть если мы вспомним историю сетевого, то даже ту же самую компанию Amway, которая гремела длительное время не в России, а во всем мире она гремела. Эта компания развивалась на, ну насколько я помню, стиральных порошках очень активно. Стиральных порошках и все, что моющий, отстирывающий и так далее. Потому что на тот момент это был, внимание, инновационный продукт. Не было нигде, ни в магазинах этого не купить. Все было экологично. Люди пили, я помню, в истории ходили, то, что человек брал стиральный порошок и там выпивал, и такой, типа, смотрите, это невероятно круто. И это подкупало людей, потому что это экологически чистый продукт, который является инновационным. Он кончается, но людям нужен. Но потом произошло следующее. Такие продукты начали продаваться в магазинах, они начали продаваться в открытом спросе, просто для людей стало это привычным. В данном случае, конкретно, если мы говорим про ЭНЖДет, аналогов ему как не было, так и нет на рынке. Ни одного. И как он продается, так он и продавался. И когда я вижу пост о том, что я ушел из компании ЭНЛ, я вижу, вот смотрите, я, было такое у нас название, амбассадор команды супергероев, кто знает, тот поймет, почему я смеюсь в этот момент. Амбассадор команды супергероев и тут, к чему я это рассказывал? А, я рассказывал к тому, что, друзья, я знаю очень хорошо всех менеджеров, которые сейчас ушли в другую сетевую компанию. Не просто, знаете, вот мы с ними там дружили, типа здоровались при встрече на корпоративных предприятиях, а я знал их сильно близко. Ну, то есть, мы прям очень близкие связи были у нас, прям сильно дружили. плотно, прям очень сильно. И я могу сказать, что я знал о ком-то, ну, то есть, кто, что, как работает, как развивается, как там растут и так далее. Я все это прекрасно осознавал и знал. И когда я вижу, когда менеджер, который выкладывает чек в 500 тысяч рублей, кричит о том, что он ушел с чека в 500 тысяч рублей, и он кричит о чеке, который был у него три года назад, но это то же самое, что я сейчас буду, вот выложу пост и скажу, друзья, я ушел в ЗНЛ с чеком 650 тысяч рублей. Друзья, но он у меня был один месяц. И он у меня был просто в тот момент, когда я помню, был сезон, 8 марта, что-то там, ну, то есть, какой-то был такой момент, то есть, движняк, мы еще проходили там вместе тренинг, такая какая-то была массовая энергия, и просто прям, ну, запомбили, прикольно было. но я не кричу никому, что у меня чек 650 тысяч рублей, это обман. Зачем вообще это делать? И когда вы, соответственно, ну, видите это, вы задаетесь себе вопросом, то есть, они там выкладывают о том, что там, я ушел с чека, там, я бросил там команду людей, там, внес чек, у меня 150 тысяч рублей. Вы вопросом задайтесь, реально ли так было? или было когда-то в прошлой жизни? короче, вот это важно осознать. Теперь касаемо вот этих вот провокаций, вообще в принципе поведения, почему я решил этот эфир делать, я за экологичность вообще построения сети, за экологичность бизнеса. Что я подразумеваю под словом экологичность? Экологичность, это когда от твоих действий никто не страдает вообще. Когда ты любые действия совершаешь в этой жизни, и никто не страдает. То есть это я, вот я за экологичность вообще во всем, в отношениях, там, я не знаю, в бизнесе, в работе, в дружбе, никто от этого не должен страдать. То есть, безусловно, возможно, то, что я сейчас делаю этот эфир, и каким-то образом это задевает, там, их, там, скажем так, репутацию, не репутацию, а авторитет менеджеров, которые ушли в другую сетевую компанию. Возможно, это подбивает их авторитет, но здесь смысл в том, что это только бизнес, друзья. То есть сейчас как бы дружба дружбой, но смысл в том, что эта категория людей начали вести себя максимально неэкологично. Они зазванивают людям, кричат, и я сейчас не жалуюсь, я просто хочу, чтобы вы это знали и понимали, и я этот момент сейчас прокомментирую. Когда менеджер, который никаким образом не касался моей структуры вообще, не был связан, не был у меня в команде, мы просто были в общих чатах, уходит в другую сетевую компанию и звонит моим людям с призывом о том, что пойдем ко мне в команду, у нас тут круче, у нас тут хайп, мы тут сейчас бомбим. Но как считать, вот ваше мнение, он имеет на это право? В принципе. Имеет? Я считаю, что нет. Он не привел этого человека. То есть он начинает пытаться вылезть в своем бизнесе, уйдя в другую сетевую компанию за счет менеджеров других, ну то есть за счет менеджеров вообще других команд, к которым никакого отношения не имели. И, то есть они ведут максимально агрессивную политику, максимально агрессивную политику. То есть я считаю, что, например, хорошо, ты принял решение уйти в другую сетевую компанию. Ты принял такое решение. Что ты должен сделать? Ты должен сообщить об этом людям, которых ты позвал лично. Все, открыл свой список, которых ты людей регистрировал в первую линию сам себе, взял их, как бы предложил им об этом. Смотрите, ребят, я вот уж хожу, кого ты сам лично позвал. Но когда я здесь прочитал один комментарий под постом, мне кажется, Славы Шарка, девушка пишет, а почему Слава Шарк не имеет права звать менеджеров своей команды в глубине, там, в 15-й линии, если это его команда? Это же его интеллектуальная собственность. Что? Какая его интеллектуальная собственность? Люди, априори, не могут быть, во-первых, быть его интеллектуальной собственностью, а во-вторых, это люди, менеджеров его команды. То есть я считаю, что я менеджер команды Вика Головко, который просто оказался в структуре Демида Резина, а он оказался в структуре Славы Шарка. Но я не менеджер Славы Шарка. Я считаю, если он меня зовет, это не является экологичным. Я считаю, что это является отвратительным поведением вообще по отношению к людям, с которым ты длительное время работал. То есть, когда ты их обнимаешь, в жопу целуешь, любишь и так далее, ты потом берешь и там рассказываешь их менеджерам о том, что ребята, пойдемте, пожалуйста, ко мне. И сам факт того, что, ну, я уверен, что многие о том знали, перед уходом Слава Шарк собирает вебинар, где зовет туда менеджеров моей команды тоже и других от лидерских квалификаций, от звезд. Он зовет и говорит, друзья, я решил закончить деятельность сетевой компании. Я ухожу в другую. И смысл был в том, что, кто хочет, пошлите со мной. Ну, согласитесь, но это, короче, вот тут момент следующий. Ладно, не буду это осуждать. При всем уважении к Славе и к людям, которые ушли, не осуждаю, правда. Ну, то есть, как бы, их решение полностью. Но я хочу высказать просто свою позицию по этому поводу. Смотрите, я вебинар был Пушка, прочитал. Да, тот вебинар очень запомнился в моей жизни. Сбился с мысли. Короче, забуду что я сказать. Сбился, ладно. Идем дальше. Касаемо вообще всех этих заявлений, переманиваний, по поводу экологичности, я думаю, вам все понятно. Но, ладно, экологичность, ладно, зовешь, ну, хер с ним. Все, зовешь людей, переманиваешь там, как бы, кто, ну, возможно, там, и любой другой уйдет и будет делать то же самое. Но смысл-то в следующем. Смысл в том, что ты потом кричишь о том, что у тебя невероятные результаты. То есть, ты берешь, открываешь свой домлайн, ну, то есть, грубо говоря, вот смотрите, давайте вот сейчас так вот оценим ситуацию. Я нахожусь в общих чатах с менеджерами всех структур, там, структуры Демида Резина, Олега Черняховского и так далее. У нас есть общие чаты. Мы все вместе работаем, мы многое там обсуждаем. И я, допустим, ухожу в другую сетевую компанию, появляется у меня такая невероятная идея, и я вот такой ушел. И я начинаю работать по этим чатам. Звать их туда, записывать туда крутые аудиушки. Друзья, я ушел в другую сетевую компанию, приходите ко мне. И начинать их оттуда вытаскивать по одному, вытаскивать, 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 регистрировать и закрывать на этом первый объем. Это является моим результатом? Или это является просто тем, что я повел себя отвратительно, по-скотски, по отношению к людям, с которыми вместе работал в одной команде. Ну, то есть взял просто, насрал на то, что они делали, поставил в голове, скажем так, себя, мне на всех похеру, позвал всех людей, и такой, друзья, у меня результаты, у меня там, вы видели, сколько у меня людей зарегистрировано? И ты не задаешься вопросом, что ты, ну, это просто люди компании НЛ, это люди других структур, это не твои даже люди, вообще. Ну, то есть они, ну, то есть, смотрите, может быть, сейчас как-то цинично, вы это все слышите, и думаете, что я как-то высказываю, что это мои люди, не мои люди. Ну, давайте так, вот у меня есть в команде, например, менеджер Саша Трушин, менеджер, мой близкий друг Рома Толкарев, например, там, ну, вот я по них, например, скажу, допустим, достаточно, а то позвонят, а то позвонят, скажут, ой, я слышал, что ты менеджер Миша Михайлов, пошли в Гренвейк. Короче, вот, например, есть вот эти вот менеджеры у меня. Я считаю их людьми своими, я вложил в них энергию, силу, время, душу, вкладывался на то, чтобы очень сильно, ну, то есть у них был результат. И тут звонит им кто-то, и их начинает звать. Ну, я считаю это по-сходски. При этом человек, кто их зовет, мы с ним вместе там обнимались. Друзья, мы команда. И здесь вот это все рассказав вам, я хочу призвать вас к следующему. У многих из вас может вызваться в голове, типа, ну, а почему так вот вы негативите, почему вы так высказываетесь хлестко в их отношениях? Друзья, вот если бы я не знал этих людей вообще, и кто-то ушел, и ушел, ну, как бы фиг с ним, мне вообще не касается, и все. Ну, когда еще раз, вот там Диана есть, Саша Трушин, Неленко, Демид, там, Ксюха Романова, там, Артур Матонис, Гайдаров, там, мои ребята, мы все вместе варились в одной каше. Кричали, команда, все вместе. Слава Шарк был предводителем этого, понимаете? Сам первый, самый первый кричал о том, что мы все вместе, команда, там, друзья, друг за друга, все вместе бомбим. И тут происходит то, что, ну, никто не ожидал. Отчеркать меня это было, наверное, одно из самых сильных разочарований в моей жизни. То есть, когда ты человека, там, говоришь, ставишь пример, рассказываешь своим людям, насколько он сильно крутой, и тут он просто наступает на все принципы, о которых он говорил, на все то, что пропагандировалось, на все, что рассказывалось, на все, что вот продвигалось в структуре, всю философию. Он начинает наступать и говорить то, что, ну, вести себя не экологично. Вот. Идем дальше. Теперь конкретно о том, как зовут менеджера. Меня лично с вами звали, я хочу высказаться по этому поводу. Что они говорят? Ключевая фраза заключается в следующем. Ну, ты же жизнь для себя живешь. Ну, ты что за одну компанию-то вцепился? Ну, ты что фанат бренда-то стал? Ну, ты зачем это? Ну, ну, НЛ, НЛ, ну, уйдешь ты, ну, с НЛ-то ничего не произойдет. Ты что фанатом бренда-то стал? Просто надо поменять компанию, взять с собой людей, и все. И ничего не произойдет. Вот такое, они тем говорят. И так это кажется, думаешь, блин, слушаю, охереть вообще, вот впаривают, вот присаживаются на уши. Вы что? Ну, то есть, мне когда пишут, мне один писал, у нас с Пензо, он ко мне на мастер-класс пришел, на мастер-класс пришел, потом пишет, слушай, Миш, короче, у меня план есть гениальный, есть компания Гринвей, ну, начинает все это рассказывать, там, тряпки, не тряпки, там, маркетинг-план сумасшедший, компания там бомбит, там, все, короче, ты сейчас просто, ну, пошли с нами, просто перерегистрируешься, и людей всех с собой, ну, все, сразу взорвешь там, да, смысл меня шило на мыло, что за, вообще, за чушь-то я что-то не пойму, что за ересь невероятная, то есть вот взять компанию Гринвей, взять компанию НЛ, это и там, и там, это сетевые компании, у них и там, и там есть линейный маркетинг-план, и там, и там есть продукция, которая продается, и тут, ну, я бы сказал, что мне лично компания, продукция, продукция в компании НЛ больше нравится, мне тряпки, это нахер не нужны, это не оскорбление еще раз людей, которые туда ушли, мне просто они нахер не нужны, поотвечаю, я не считаю это неразумным, купить тряпку там для мытья посуды, за херову гору денег, когда можно мыть губкой за 100 рублей, и это я сужу, человек, который зарабатывает деньги, а другой человек, который вот с улицы, женщина, бабушка, ей зачем тряпка такая, ну, то есть у меня всю жизнь мама Марлей посуду моет, стол протирает, я, чтобы я ей продал тряпку, и сказал, мам, слушай, у нас тряпки здесь крутые появились, невероятно, стол вытирают, то вообще просто космос, она мне скажет, что, ну, то есть для нее это будет ненормально, о каком вообще бизнесе может здесь идти речь, я не понимаю, правда, и просто взять, и перейти в другую сетевую компанию, где абсолютно такой же практически маркетинг план, только в НЛ он лучше, где есть продукт, но только в НЛ его больше, и он интереснее, и он высокотехнологичный, все, ну, все, компания крутая, команда крутая, все круто, сейчас еще новиночки прикольные будут, и сейчас на дне рождения компания новости крутые объявят, ну, я не знаю, есть ли в этом смысл какой-то адекватности, не вижу, безусловно, если проанализировать людей, которые ушли, это ушли очень близкие люди к славе, те люди, которые, не побоюсь этого слова, в чем-то преклонялись перед ним, и это не считайте, как за оскорбление, я тоже его очень сильно уважал, и ценил, в свое время, и сейчас, в принципе, ну, слава, слава чужих, я же ни херами его не крою, вот, короче, кто ушли, вот эти люди, следующие, кто ушли, те люди, кто, ну, не смогли адаптироваться под рынок, и об этом сейчас я более подробно хотел бы сказать, любая индустрия, сетевая, традиционный бизнес, гримвей компания, нл компания, амвей, арифлейн, да все, что угодно вообще есть в этом мире, где зарабатываются деньги, есть внешние факторы, которые влияют на твой рост в бизнесе, и в данном случае, даже в компании НЛ произошли внешние факторы, под которые необходимо было людям адаптироваться, ну, то есть, вот менеджер, который есть в квалификации ДС, ему нужно было под это адаптироваться, и я объясню, почему, произошел тот момент, то, что на сегодняшний день, я считаю, что о компании НЛ знают вообще все люди, вообще, ну, то есть, ну, безусловно, есть пласт людей, которые ничего не слышат, или не знают, их даже не зарегистрированы, они в социальных сетях, но много людей об НЛ знают, и в связи с тем, что они об этом знают, необходимо под эту ситуацию адаптироваться и подстраиваться, то есть, люди не относятся плохо к компании, люди не относятся плохо к сетевому, люди относятся отвратительно, просто к ужасным предложениям, и если ты находишься в компании НЛ, твоя задача просто взять, и научиться делать предложения нормально, это первое, хорошо, ты научился, но есть другой момент, второй, который вообще никто этому не дает отчет, вот, я сейчас говорю про, ну, давайте, вот на примере Слава Шарк, несколько раз уже его затронул, вот он никогда не был экспертом в продукте, если вы даже с ним пообщаетесь, кто с ним, может быть, общается, вы спросите там про состав НРЖ-диет, но он понятия не имеет, он знает, что у него 200 калорий и белки, жиры, углеводы, и это он не скрывал, это абсолютно открытая информация, он пришел в НЛ зарабатывать бабки, и он всегда это говорил, все ради денег, все ради денег было у него, все ради денег, ради денег, деньги, деньги, активируй контракт, все, бомбить будем, бабки, 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 но он забыл о самом главном, на продукте все строится, все строится на том, что человек, который приходит, должен в нем разбираться, вот и все, и я сейчас, ну, хочу просто, если вдруг у кого-то меня сейчас смотрит, у них возникает вопрос такого колебания, там, и непонимания, что делать дальше, у меня было это, было приблизительно последнее, там, ну, не последнее время, я уже давно адаптировался, а где-то месяцев 7 назад, там, 7-6, там, 5 месяцев назад, у меня был период такой в жизни, то, что я не понимал, что мне делать, слава здесь кричит о том, что кризис, все херово, там, на уши капает постоянно, то есть, знаете, я к ним бывало приходил, слав, что делать, да ничего, ты сейчас не сделаешь, кризис, кризис, и ты в это начинаешь осознанно верить, ты начинаешь думать, господи, может быть и правда, но я уже об этом сказал, понимаете, и я был в такой растерянности, я не понимал, что делать, и когда я начал понимать, то, что смысл сетевого заключается в том, что человек, который приходит, он должен разобраться в продукте, полноценно понять, как он работает, и начать на нем работать, тогда у меня весь пазл сложился, и начали люди делать 200 пиви, я начал делать 2000 пиви, там у меня в среднем объем, там вот сейчас 1000 пиви, 1500 пиви лички, 2000, люди начали делать 400, 600, 800 лички, 1000 пиви лички, все это пошло, понимаете, вот и все, и проблема в том, что не все это на самом деле до сих пор поняли, что вот в этом направлении необходимо двигаться, вообще вот эти рассказы о кризисе, они длительное время начали, были, и вот я вам честно могу сказать, я очень сильно скучаю по времени, когда я в компанию НЛ пришел, я тогда никого не знал, правда, вот я вам сейчас пример приведу тогда, ну самый, наверное, понятный, вы поймете, о чем я, вот касаемо кризисов, я когда пришел в компанию, я не знал, я не был ни в каких чатах, я отсюда удалился, я создал сразу свой чат, все, начал работать, у меня там было несколько менеджеров, Крис, моя подруга и мой друг, мы все это были, мои активные менеджеры первые, я не знал ни о каких там звездах, ДСов, я даже не знал, что это квалификация ДТ, я просто работал, подписывал людей, продавал продукт, ну то есть все, короче, начал активно двигаться, не, продукты я тогда не продавал, просто пользовался, там команду строил, и к чему я это рассказываю, в феврале, или в марте, что ли, 16-го года пропадает продукт на рынке, и происходит паника, я потом это осознал, ну то есть, когда уже вырос, эти истории начали, ну эти истории пошли о том, что продукт пропал с полок, там все, у людей товарооборот начал валиться, кризис, кризис, что делать, там на длительное время, я не знал об этом вообще, я как рос, я так и рос, как у меня рос товарооборот, так он и рос, и причина вот этих вот кризисов, которые люди рассказывают, о том, что в компании что-то не так, она заключается только в том, что люди это рассказывают, продукт-то есть на прилавках, есть, он как продавался, еще раз, так он и продается, маркетинг план как работает, так он и работал, и как люди приходят в компанию, Так они и приходят. Вот я могу от себя сказать. У меня на сегодняшний день есть, ну то есть я веду Инстаграм периодически, не так, конечно, как делает это Неленка, если она сейчас смотрит эфир. Ну я выкладываю там посты, иногда прямые эфиры делаю. Но люди пишут, и они пишут, что я хочу снова себя попробовать в НЛ. Почему? Потому что на сегодняшний день нормальных предложений нет на рынке. Человек ушел, поколупался там и снова возвращается. И компания сделает крутое предложение. Ну короче, давайте я не буду говорить, какие-то обещания давать. Дождитесь дня рождения компании. Дождитесь там, все вы увидите, узнаете. Поэтому я бы сейчас хотел, наверное, обратиться к людям, которые со стороны наблюдают за всем происходящим. Когда вы видите, что кто-то уходит в другую сетевую компанию, из компании НЛ, надо задаться вопросом, не почему он ушел. Ну то есть, точнее нет, не так. Надо не верить на слово его посту о том, что он кричит и рассказывает. Потому что каждый рассказывает то, что ему выгодно. Это надо осознать. Каждый рассказывает то, что ему выгодно. Не на слово ему верить, а понять, ну что на самом деле происходит. Когда мы пришли, нужно в первую очередь на кого равняться? На людей, у кого есть результат. Андрюх, ты мне выключил свет. Слышно, меня видно хорошо, сбои у меня произошел по сети. Все, меня слышно, видно, друзья. Давайте еще раз, пожалуйста. Отлично. Итак, что я говорил? Я говорил про то, что когда ты смотришь на то, что кто-то ушел из компании, нужно посмотреть вообще на то, что он пишет. И адекватно... Короче, смысл в том, что когда человек уходит в другую сетевую, он начинает выставлять все с позиции своей собственной выгоды, начинает рассказывать о том, что возможно даже на самом деле нет. А так и есть. Если человек не научился продавать продукты, уходит в другую компанию и кричит о том, что продукт не продается, это не значит, что продукт не продается. Это значит, что он лошара и не научился его продавать. Если человек уходит в другую сетевую компанию и кричит о том, что команда не строится, это не значит, что команда не строится в компании НЛ или вообще где-либо. Это значит, что он лошара и не научился это делать. Понимаете? Вот и все. То есть это значит, что нужно взять было, переобуться и научиться. Вот так. Так, наверное, со мной я вам такое все рассказал. Я сейчас еще несколько мыслей добавлю. Давайте на вопросы отвечу, если вдруг они у вас есть. По поводу достойного поведения. Я, если честно, всех призываю. Короче, мне многие начали писать, Миша, зачем ты делаешь вообще прямой эфир? Ну, зачем вообще как-то реагировать на уходы? Смотрите, я, ну, если вы видите, максимально экологично провел. И кто меня знает близко, я очень сильно сдерживаюсь в своих высказываниях хлестких. Очень спокойно его провожу, я считаю. И не осуждаю, не оскорбляю никого. Но смысл в том, что люди, которые уходят, наши друзья. Внимание, не просто менеджеры, а друзья для многих. Они уходят в другую сетевую компанию и хают нас. Хают то место, откуда они пили. Понимаете? То есть ты вот, грубо говоря, от жены ушел и обсираешь ее сверху. Ну, я такой пример, ну, понятный. То есть ты с другом поругался и срешь на него сверху. Ты бизнес свой строил там, на работе был. Ты там деньги зарабатываешь все вместе. В команде, например. И херачишь их сверху. Ну, то есть обсираешь. Вот что меня начало удивлять. То есть, когда эти менеджеры начали писать мне в комментариях, в директ, людям моим начали звать. Ну, ушел, ушел. Строй бизнес экологично. Пиши список. Зови тех, кого звал. Ты что блевотней-то занимаешься? Ты зачем берешь? Зачем берешь и написываешь людям, которые нормально строят бизнес в компании? Я не знаю. Но это отвратительно. У нас лично, вот я вот за себя могу сказать, конкретно в компании НЛ, в целом, я считаю, никогда не было такого, чтобы мы писали в другую сетевую компанию и говорили, что у нас лучше. Никогда. Что? Ну, то есть, человек там строил. Я никогда вот этого не делал. Ты что? Никогда. Ну, это прям ужас какой-то, я считаю. Это ужасно прям. Существует ли этика в вашей компании? Я так понимаю, что нет. Это менеджеры, которые открыто друг друга чмырят, причем это даже вот давно. Ну, вот как раз я об этом и говорю. О том, что я считаю, что, ну, до оскорбления опускаться нельзя, но, блин, ну, отпор нужно давать. То есть, например, когда у меня был традиционный бизнес, и конкуренты начинают ставлять палки в колеса. Конкуренты начинают про тебя, например, слухи пускать. То есть, ты такой со стороны сидишь и смотришь. Мы сейчас уже, внимание, мы сейчас уже с ребятами, которые ушли в другую сетевую компанию, мы уже конкуренты. Мы уже все, мы друзья-друзья, но мы уже конкуренты в бизнесе. И, допустим, у тебя в традиционном бизнесе конкуренты начинают про тебя такие рассказывать что-то, слухи пускать, легенды, сплетни, что у тебя там все плохо, ты отвратительно там работаешь, к нему идти нельзя. И ты такой со стороны, не, ну, что, ну, как бы, нельзя же там реагировать, надо достойно себя вести, не реагировать на это. В смысле? Что за бред? Ты пойдешь к этому человеку и дашь ему издюлей. Здесь так нельзя сделать. Да, вот Паша Коршунов нормально пишет то, что они кричат о том, что у них там результаты, результаты, там люди им пишут и так далее, все. Ну, они, если бы у них вот все было так хорошо, да никто бы не переманил бы менеджеров НЛ. Никто. Ну, то есть, вот если бы у меня все было хорошо, вот у меня все хорошо, у меня есть необходимость звонить лидерам другой сетевой компании и говорить, слушай, а ты знаешь, что у нас так круто, у нас такой продукт вышел невероятно, у нас там маркетинг план изменился, пошли ко мне, людей всех переманим, все сделаем как надо, красиво. Да, у меня нет такой необходимости, у меня все нормально, я работаю с людьми, у меня все прекрасно. По поводу вот того, что менеджеры переобуваются, да, я считаю это вообще, но хрень какая-то. Ну, то есть, я видел этих менеджеров, которые уходят в другую сетевую, вот, которые ушли в Greenway, которые топ-лидеры компании НЛ были, они уходят в другую сетевую и начинают высказываться негативно в сторону продукта. Что за тоже за чушь вообще? Ты кричишь там со сцены о том, что все круто, а потом уходишь и хаишь как-то, ну, я не знаю. Вот, друзья, наверное, такие мысли основные я рассказал, надеюсь, что был честен, вообще был максимально честен. Короче, если подвести итог по этому эфиру, то то, что Слава рассказывает про то, что он там сделал все возможное для того, чтобы строить бизнес. Друзья, он не делал никогда все возможное для того, чтобы строить бизнес. Он устраивал тусовки, вечеринки крутые, реально, я прям очень сильно рад был, то, что я был в этой вообще атмосфере, очень сильно кайфовал, правда. И многие, на самом деле, это помнят, и я выкладывал, и кайфовал от этого. Но конкретно для того, чтобы его команда росла и обучалась, он не делал никогда ничего. Все у него строилось чисто на мотивации. И то, что сейчас происходит там, но, смотрите, сетевой он, давайте еще мыслями поделюсь некоторыми, пока уж теперь не закончился, то и здесь останется. Сетевой он сам по себе всегда строился на том, что ты взял человека и ты ведешь его к результату. Ты его обучаешь, ты его мотивируешь, ты с ним работаешь, ты объясняешь, как работает продукт, ты объясняешь, как то, как это, то есть ты начинаешь коммуницировать. Когда у тебя идет масса людей, ну, то есть вот про что я вначале рассказывал, ты не прорабатываешь этих людей. И поэтому я хочу, чтобы вы отнеслись к сетевому, как, ну, с позиции того, что человек это не просто там, ну, человек, который несет товар оборот. Нужно, чтобы эти люди разбирались и экспертами становились. То, чего не делали никогда те люди, которые ушли. То, что не делали те люди, которые ушли, это я, ну, прям правду говорю. Все строилось только на мотивации, на лозунгах, на криках о том, что давай, там, бомбить. И я тоже это делал, просто я вовремя остановился. А компаний много было, которые вот таким образом себя вели. Очень много таких компаний было, и, если честно, они периодически появлялись, они на рынке год-два хайпят сильно, потом пропадают. И смысл в том, что я сейчас понимаю, что люди-то уйдут, вот кто-то вот в Гринвей ушел, и мне жалко, честно, искренне, их. Вот правда, я очень сильно, ну, расстроился уходу некоторых ребят, потому что очень сильно к ним хорошо отношусь. Они ушли, и я понимаю, в что они въедут. Да, сейчас, возможно, на фоне прихода новых людей вот из НЛ, они кого-то переманят, перетянят. Они, ну, бахнут там, 50 тысяч рублей можно заработать, 70, 100, может быть, даже там выйдут как-нибудь. Ну, дальше-то все, этого притока не будет. Дальше тебе придется брать трубку, звонить по своему друзьям, и говорить, слушай, у меня на 8 марта есть швабры, я там, жене не надо, может быть, там тряпки родителям, маме там. И люди все начнут это делать, понимаете? И когда они здесь вот работали, они работали здесь на реально крутом продукте, в котором нет конкурентов на рынке, они ушли из такого невероятно крутого места вот туда, просто на то, что какой-то человек заразился невероятной и чудной идеей, и всех за собой переманил. Я в посте очень понятно написал, потому что заболел один из амбассадоров, и это на самом деле было так, никто его не узнавал. И это сейчас не, я не утрирую даже эти слова. Я вам клянусь, правда, никто его не узнавал. Я прям помню, было время, ну, то есть последние вот полгода, ну, то есть все-таки, кризис, все, нельзя работать, там ничего не получится. А последние три месяца и вообще в команде был запрет на то, чтобы подписывались люди. Если кто-то сейчас смотрит там из моих, я помню, я сам, я помню, мне Слава говорит, Миша, людей подписывать нельзя, ни в коем случае сейчас. Почему? Не понимаю. Я просто, я помню, я им доверился на слово, говорю, Слав, ну, все, ладно, как бы. Я помню, я своим людям, которые готовы работать, говорю, не надо подписываться сейчас. Не надо подписывать людей, не надо их звать. Делайте личный объем. И понимаю, что все это было спланировано. Все это было спланировано для того, чтобы разрушить нам, бизнес, людям, которые целовали его в жопу. Вот так это было. Так я это расценил. Понимаете? То есть вот эти всякие зумы с кризисами, невероятными рассказами, проекты Остров, где команда, друзья, мы все вместе, что в НЛ сейчас все плохо, скоро я найду решение для вас, спасу вас всех, спасу. А мне спасение не нужно было никакое. Я открыто заявляю, если Шарк этот эфир посмотрит, не нужно было спасение. У меня, возможно, были сложные времена, как и у каждого человека, в любом деле. Но это не повод был, чтобы я так сильно переобувался. Чтобы я вел такую нечестную игру, как делают сейчас это они. Я в спасении не нуждался. Вот и все. И поэтому вот такой эфир. Никого не целуйте в жопу. Да, это я вообще... В этот раз я это понял. Урок мне на всю жизнь, клянусь. Спасибо, друзья, всем, кто были на эфире. В общем, не переобувайтесь, друзья. Не переобувайтесь. Звать будут вот эти вот хвосты какие-то. Я ушел из НЛ. Там у нас сейчас рост. А, еще знаете что? Вспомнил. Они же увидели, что мы сейчас лидеры, ну, начали делать... Ну, я смотрю, там, провел кто? Саня Трушина, эфир Валян Дичев, эфир провел Дианка, периодически помнит Неленка. И эти лидеры такие, типа, да, ну, да, нас там, типа, сейчас обсирают, нас сейчас хейтят, хейтят. Типа, они же сейчас свою команду защищают, чтобы никто от них не ушел к нам в золотое место, в колодец-то золотой, где мы золото добываем. Мы результаты покажем, мы деньги покажем, как мы заработаем. Деньги покажем. Да ты деньги-то покажешь, ты на ком заработал, черт. На людях, которые пришли из НЛ. Новичок-то придет, он этого не сделает. Новичок, который приходит в команду, ему придется так же херачить, как и обычному человеку, что в НЛ, что в Гринвей. Это осознать надо. То есть вот, прям осознать. Понимаете? То есть то, что там они сейчас шарк вылезет на менеджера, которые там просто за ним из НЛ пришли, ну хорошо, гордиться он этим будет сильно. Посты невероятно крутые писать о том, что как они деньги там зарабатывают. Даже, возможно, кто-то Мерседес заберет. Но новичок-то в глубине, ему так, как вот, у него нету потока от НЛ. У него нет ничего. Он будет с нуля херачить, как и в НЛ, что там, понимаете? Вот. Их пропиарят в сторис. А, да, да. Кристи, я вас говорю. Их в сторис пропиарят. Лидер ушел. Видели у него в сторис он выкладывает? Я просто смотрю и там. Лидер ушел. У меня лидер. Вы видели там новая квалификация? У нас там бомбит. Энергия там у нас все там. Вау, как круто. Что? Еще раз. Ты переманил людей просто из другой сети компании и гордишься тем, что у тебя динамика в объемах, в росте. Он уже внутри Гринвей переподписывает. Хотя, да, кстати, я помню, Шарк бомбил так за переподписание. Просто вы даже не представляете. Кстати, на Бали можно уборщика вызвать за 50 рублей. Да, кстати. Тяпки даже вообще не нужны. Мы на Бали без тряпок, короче, 100 рублей платим уборщик. Можно мне не показывать им комнату? Мы, короче, на Бали, ну, это же так, шутки, шутки, юмор. Мы на Бали, у нас уборщик приходит за 100 рублей, нам вылизывает дом. Поэтому тряпки, друзья, я не знаю, лучше заработать, чтобы у вас был пылесос или уборщица. Мне кажется, это будет хорошо. Поэтому вот эти вот в лозунге, что там лидер у нас появился, блин, а. Короче, делайте правильный выбор, друзья. Включайте рассудок и вменяемыми надо быть. Не вестись на то, ну, ты, а, ну, еще момент, так уж под эфирочку, под конец. То, что шарк максимальной квалификации ДТ-5. Затронул же эту тему, не хотел ее затрагивать. Без обид к шарку, но шарк, друзья, никогда не был в квалификации ДТ-5. То есть, давайте так, он был в квалификации ДТ-5, был, но по новому маркетинг-плану. Но если по новому маркетинг-плану, то это не максимальная квалификация. А если по старому маркетинг-плану, то максимальной квалификации он не был никогда. Поэтому тоже обман. Ну, то есть, все вот эти манипуляции какие-то, друзья, ну, смотрите, короче, на вещи адекватно, объективно. Смотрите, как ведут себя менеджеры НЛ, какие мы эфиры снимаем, как мы работаем. Сильные контракты, друзья, не ушел никто. Никто не ушел. Ушли те, кто там свалились с объемов, перестали работать, поленились. Ну, просто вот, ну, делать им все, как бы все развалилось у них нахер, они, конечно, пошли. Сильные контракты никто не ушли. Люди, кто в НЛ, никто не ушли.